Добрый день, друзья! Вы на кулинарном канале Наталья Горбачёвой. В прошлом видео я упоминала о том, что покажу блюдо, попробовав которое мой супруг попросил готовить его почаще. Блюдо это действительно вкусное, интересное, а рецепт очень простой, как и все другие рецепты на моём канале. Поэтому, если вы ещё не подписаны, то рекомендую это сделать и обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропускать свежие видео. Итак, сегодня будет тёплый салат с красной чечевицей и авокадо. Для него мне понадобится всего несколько ингредиентов. Основные чечевица и авокадо, а ещё лук, чеснок, гранат и специи. Чечевицу я мою в холодной воде и откидываю на сито, чтобы стекла вода. Измельчаю чеснок. Половинку лука нарезаю полукольцами. Эффектно в салате смотрится красный лук. Из трав я использую розмарин, семьян и майоран. Достаточно будет по щепотке каждой. В кастрюлю кладу сливочное масло и добавляю растительное. Ставлю её на средний огонь. Выкладываю в растопленное масло лук, чеснок, специи и слегка пассерую. Лук обмяк. Чеснок и травы выпустили свой яркий аромат. Пора добавлять чечевицу. Залью её горячей водой. Буду варить её на небольшом огне до готовности. Это около 20 минут. А пока варится чечевица, я замариную оставшуюся часть лука. Добавлю столовую ложку яблочного уксуса. Можно использовать винный уксус или какой-то другой, тот, который вам нравится, по вашему желанию. Оставлю его на время и приготовлю заправку из мёда и гранатового сока. Чайную ложечку мёда смешаю с гранатовым соком. Для этого я его немного примну. Сделаю здесь отверстие. Он сразу легко вытекает. Пары ложек будет достаточно. Размешиваю. К этому времени подоспела чечевица. Добавлю в неё соль и ложечку оливкового масла. Если вам не подходит такой способ готовки чечевицы, то её можно сварить, используя те же ингредиенты. А масло добавить, когда она уже будет готова. Чечевицу я выкладываю в салатник. Добавляю маринованный лук. Чищу и нарезаю авокадо. Выкладываю его сверху. Поливаю гранатовой заправкой. И украшаю зёрнами граната. Готовое блюдо сразу подаётся к столу. Приятного вам аппетита! Готовьте просто, вкусно и с удовольствием!